Константин Когда перед его самой ответственной битвой Константин имел видение креста в небе и слышал голос «Под этим знаком победишь», он повелел изменить войсковые знамена с римским орлом на лабарум с крестом, состоящим из первых двух букв греческого слова «Христос». С новым знаменем, провозгласившим христианство, на следующий же день Константин победил своего соперника на трон и стал императором. С приходом к власти Константин возвратил христианам все права и стал охристианивать империю. Армии язычников строем проводились через реки, получая таким образом баптизм. Пятидесяти годами позже императором Феодосием охристианизация империи была завершена. Права у всех язычников были отняты, а христианизация проводилась насильственно. Языческие храмы становились христианскими, статуи языческих богов после их окрещения получали христианские имена. Так Аполлон стал Иисусом, греческая Селена – Марии, Дионис – Павлом, Марс – Петром и т.д. На примере Римской Государственной Церкви, чем сегодня является Ватикан, ясно можно проследить происхождение ее артистического образа. Так было выяснено, что статуя Петра первоначально была статуей Юпитера. Так называемый престол Петра имеет запись о деяниях Геркулеса. Другая композиция с четырьмя женщинами, якобы символизирующими четыре добродетели – милость, благоразумие, правосудие и правду. Правда держит в руках Солнце. Многие римские христианские церкви до сих пор имеют языческие символы поклонения Солнцу. Языческие иконы и статуи Матери с Пладенцем Богом, клонение которым берет свое начало от Вавилонской Семирамиды, были переименованы в Марию и Иисуса, хотя нигде в Библии нет намека на поклонение Марии и Карапузу Иисусу его учениками. Помимо этого, Библия даже запрещает поклонение изображениям Истан. Те, которые были охристианины под давлением, называясь христианами, молились Иисусу, но втайне продолжали молиться богам своих предков. Пытаясь обосновать и примирить двоеверие, христианство, греко-римскую философию и мистицизм, пышно расцвел гностицизм. Об этом новом учении говорили апостолы, предупреждая, чтобы люди не принимали учение Иисуса, если оно подается не так, как они его проповедуют. Гностики считали себя христианами, которые обладали некими тайными учениями Иисуса, не вошедшими в Библию. Так христианство перестало быть монолитной религией. Помимо апостольской церкви, придерживавшейся только учений Иисуса, христианской стала считаться адаптированная церковь, объединяющая христианство и язычество, ориентированная на исполнении ритуалов и сохранении вековых традиций, а также церковь гностиков, старающаяся примирить все религии, проведуя Бога как некую самодостаточную создающую энергию. Основной доктриной церкви гностиков было учение, что всякий человек через самосовершенство не может стать Богом, и Иисус был обычным человеком, достигшим такого самосовершенства. Государственная христианская церковь, метаясь между императорским повелением ускорить обращение христианства и языческим сопротивлением христианской доктрине, вынуждена была идти на уступки язычникам. Так языческие праздники получили христианские имена. 25 декабря, когда после зимнего солнцестояния дни становились длиннее, обычно праздновалось рождение языческих богов солнца. Не в силах запретить язычникам праздновать данный праздник, в 354 году отцы церкви решили переименовать его в праздник рождения Иисуса. Так языческий скандинавско-германский праздник июль, совершавшийся со священным древом, стал Рождеством Иисуса, которое стало отмечаться с украшенной елкой. Римский бог Сатурн и германо-скандинавский Один стали Дедом Морозом или Сантой. В России Рождество Христово отмечалось также 25 декабря, когда язычники отмечали рождение бога Каляды. Калядки праздновали с подарками, снопом или соломенным куклой в доме. В 1700 году Петр I изменил дату проведения Нового года с 1 марта на 1 января и, переведя в германскую традицию, повелел отмечать Новый год с елкой. Праздник Новый год прижился не сразу. Люди просто стали праздновать Рождество с елкой. А такие древние савянские боги, как Велес и Пазыст, стали Сантой Морозом. Снегурочка, сопровождающая Деда Мороза, потому и является русским феноменом, потому что она существовала в древней русской традиции. Древние русы ежегодно жертву Велесу приносили красивую девушку, которую наряжали и оставляли в лесу морозную ночь. Замороженная красавица стала прототипом Снегурочки. При советской власти Рождество было запрещено. Все рождественские атрибуты вобрал в себя Новый год, и Рождество из народного праздника стало праздником семейным, когда Новый год народным. Праздник, посвященный языческой богине-девственнице Иштар, вместе с крашенными яйцами, кроликами и пирогами, стал христианским праздником Пасхой, который, как считается, отмечает воскрешение Иисуса. Древние славянные язычники в это время праздновали возрождение царь-девицы, Зори, которая часто изображалась в виде жар птицы, несущей золотые яйца. В это же время был праздник Ирила Вешнева. Данный праздник был посвящен плодородию, возрождению жизни, и почти как все языческие праздники сопровождались пьяными оргиями и развратом. Праздник языческого бога-разви дождя Перуна, отмечавшийся 20 июля, стал днем пророка Ильи, который, согласно Библии, после нескольких лет засухи прилег на землю дождь. Языческий праздник 7 июля, посвященный Богу Купале, обряды которого были связаны с водой и огнем, стал христианским днем Иоанна Крестителя, крестившего людей водой. Также и воскресенье было языческим днем поклонения Солнцу. Во многих языках значение этого дня еще очень легко угадывается. Например, в английском «сандэй» «воскресенье» дословно переводится как «день солнца». Константин не хотел иметь ничего общего с еврейским саббатом, отмечающимся по субботам, тем саббатом, который почитал Иисус, и в 321 году он просто повелел объявить языческий воскресный саббат христианским саббатом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова